Доброе утро! В эфире Вести Магнитогорск в студии Ксения Перчаткина. Личному составу Магнитогорского гарнизона полиции представили нового начальника управления. Подполковник полиции Сергей Богдановский официально вступил в должность. Он 22 года в органах внутренних дел, из них 16 на руководящих должностях. Возглавлял отдел уголовного розыска в Карталак, затем был начальником отдела МВД по Еткульцкому району и по Верхне-Уфалейскому городскому округу. Дважды был в командировке на Северном Кавказе. Я думаю, что мы все вместе, вместе с вами, в ближайшее время или в ближайшем будущем будем выполнять те задачи, вместе, еще раз повторяю, те задачи, которые возложены и которые будут ставиться перед нами главным управлением, начальником главного управления и министром внутренних дел. Исполняющий полномочия главы города Виталий Бахметев напомнил, что власти по-прежнему открыты и готовы к сотрудничеству с полицией. За помощь людей в погонах поблагодарили и представителей городообразующего предприятия. В Челябинской области с подозрением на клещевой энцефалит госпитализированы больше 150 человек, передает региональное управление Роспотребнадзора. Всего же с начала весны в лечебно-профилактические учреждения региона обратились почти 10 тысяч пострадавших от укусов клещей. Специалисты особо отмечают, что большинство из них не было привито. При этом около 5% кровососущих, которые были исследованы, оказались носителями клещевого энцефалита, в три раза больше зараженных морелиозом. Отзавись! С таким призывом выступают лидеры одноименного благотворительного фонда Магнитогорска. Организация существует в городе уже три года. За это время за помощью обратились родители 32 тяжело больных детей с диагнозами лейкоз, саркома, рак органов и другими. Задача фонда помочь семьям, где нет материальной возможности, покупать медпрепараты, добираться до места лечения, это областной онкоцентр. И, естественно, на разные МРТ, КТ, то есть обследования. Также фонд помогает детям, излечившимся от болезни, организовать поездку в Москву. Для таких ребят в столице проходят игры победителей, организованные фондом Чулпан-Хаматовой. Всего Магнитогорский фонд за все время работы собрал более 3,5 миллионов рублей. Помогают предприятия города и просто добрые люди. Чтобы оказаться в их числе, можно посмотреть информацию на сайте фонда Отзовись! ММК восстанавливает карьеры. Уже завершен технический этап рекультивации первой очереди западного карьера горы Магнитной. Туда завезли плодородный слой почвы и растительного грунта. Теперь выполняются работы по биологической рекультивации. Высадили 3000 кустарников и деревьев. Планируется посадить еще 900 ясеней и берез. А также больше 1000 кустарников, акации и шиповника. Восстановление ландшафта позволит создать защитную полосу из зеленых насаждений, снизить вторичную запыленность атмосферного воздуха и шумовое воздействие. 121 выпускник региона получил 100 баллов на ЕГЭ. Школьники набрали максимум по 7 предметам. Информатики, истории, литературе, профильной математике, русскому языку, физике и химии. Лучше всего они справились с русским языком. По этому предмету зафиксировано 93 стобальных работы. Что на четверть больше, чем в прошлом году. Кроме того, в этом году в два раза больше отличных работ и по физике. Пять человек имеют наивысшие результаты сразу по двум предметам. Далее прогноз погоды. Оставайтесь вместе с нами. Сегодня в Фершенпенуазе плюс 21-23. В Кизельском синоптике обещают до 26 градусов тепла. В Верхнеуральске 21-23 выше нуля. Магнитогорский без осадка. В нем плюс 22-24. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова